Приветствую всех на канале. Вот такой вот BYD сон к нам приехал в работу. Автомобиль 22 года. Автомобиль абсолютно новый, но уже с поломкой. Поломка здесь на первый взгляд не сильно серьезная. Автомобиль едет, заряжается, все нормально, но не работает электроусилитель руля. Вообще хотел сказать про BYD. На самом деле мне эта марка очень нравится. Они к нам крайне редко приезжают в работу. И что я читал о них, что это все-таки самый высокотехнологичный автомобиль. Вообще торговая марка, автопроизводитель. Их батареи даже ставятся на Tesla. Они идут достаточно быстрыми шагами, но при этом не теряют качество. В отличие от некоторых других, которые делают очень много разных моделей. И при этом, честно говоря, откровенно слабое качество. Поэтому в этом смысле мне BYD очень нравится. В общем, сейчас продиагностируем, посмотрим, из-за чего уж эта проблема произошла. Как я уже говорил, автомобиль у нас абсолютно новый. Сейчас посмотрим, какой пробег на автомобиле. И сделаем диагностику. Так, по крайней мере, диагнозон вычитал ВИН-код. Сейчас попробую эту диагностику. Если не получится, то буду диагностировать китайской диагностикой. И не совсем понимаю, что здесь сейчас происходит, почему она все время пищит. А, возможно, капот открыт. Кстати, пробег на автомобиле 31 километр. И заряженная батарея, она сейчас заряжена на 99%, хватает по показометру на 504 километра. Не знаю, по каким-то стандартам и сколько она реально проедет, но показатель неплохой. На мой взгляд, BYD самый сбалансированный автомобиль по соотношению цена-качество. И вот сейчас как раз будет понятно, почему автомобиль вышел из строя. Из-за качества, либо какие-то сопутствующие факторы от хранения автомобиля, доставки или же каких-то других воздействий. В общем, слишком много слов. Ближе к делу. Буду сейчас диагностировать, почему у нас нет связи с ЕПС. А здесь у нас, кстати, стоит не электрорейка. Рейка пустая. И у нас рулевая колонка с электроприводом. Поэтому нужно будет лезть в салоне. Вот такое все новенькое, красивенькое, чистенькое. Все-таки приятно работать с электрическими автомобилями. В отличие от вонючих ДВС-ов. Вонючих в плане запаховых крупных газов. Автомобиль у нас переднеприводный. Не знаю, бывают ли они в другой комплектации. Но в данном случае автомобиль у нас переднеприводный. Видно, что абсолютно новенький, чистенький, красивенький. Оценил разъем от ЕПС, от рулевой колонки электрической. И, судя по всему, здесь идет плюс и кан шина. И по плюсу у нас... Питание у нас есть. По крайней мере, плюс у нас приходит. 13,78 вольт. Так, судя по осциллограмме, у нас как минимум... Кан снаружи идет. Интересно, что у нас на самой рулевой колонке. Для этого я сейчас верну разъем обратно. И посмотрим, что у нас будет. Так, ну, по крайней мере, у нас кан нигде не лег. Ни замыкания нету, ничего нет. Все-таки Аутель читает лучше, чем диагзон. И вот он высветил, что... Во-первых, он заходит в сам блок, а диагзон не заходит в блок, просто нету связи. Но при этом связь с самим блоком есть. И она жалуется на... Несправность внутреннего элемента контроллера. Так, сейчас хочу проверить еще питание силовое, что там есть у нас. И посмотрим. Здесь силовое питание 12 вольт. И чтобы не перепутать, где напряжение высокое и где низкое, при том, что кабеля достаточно толстые, вот видно, что на хитрый идут оранжевые провода. Это то, что 400 вольтовая система. А где обычные провода черный, красный, это у нас обычная 12 вольтовая сеть. Поэтому сейчас проверю питание на нем. Извиняюсь за этот писк. Но остановить его я не в силах. Так, питание у нас есть. Питание у нас есть. И плюс, и минус. Все сводится к тому, что у нас вышла из строя рулевая колонка. Кстати, решил еще раз перечитать диагзоном. На самом деле, если правильно выбрать машину, это у нас BYD Song Plus. Если правильно выбрать, то она видит и EPS, и все. То есть, в принципе, диагзоном можно ее тоже диагностировать. Не все параметры выводит, но тем не менее. Как минимум, для диагностики Electric Power Steering она у нас годится. В общем, тогда и приступаем к снятию рулевой колонки. А это совершенно секретная информация. Как правило, это остается за кадром, потому как это наши инженеры вычитывают КАН посылки, как общается между собой рулевая колонка и автомобиль. И это все для того, чтобы добавить это все в оборудование для проверки электроусилителей. Но это совершенно секретная информация. Сняли рулевую колонку. Она идет вот так вот в сборе, сразу с электромотором. Вот электромотор стоит, червячный механизм и сама плата управления. А здесь на нее подходят только силовые плюс-минус 12 вольт, коншина и питание на блок. Но, кстати говоря, питание на управление платой тоже идет с подсиловым проводом 90 вольтовым. В общем, сейчас нужно будет теперь снять крышку и посмотреть, что здесь такое. Вообще, у нас есть отдел, который занимается электрорейками. И, скорее всего, мы отдадим туда, чтобы его посмотреть. Также его можно будет и вплоть до того, что можно будет на стенде попытаться запустить. Так, сняли крышку. И вот уже есть первые неприятные моменты. Вот здесь у нас есть замыкание и что-то здесь почерневшее. И вот если посмотреть на крышку, вот сама крышка, она как раз по этому болту замкнула. Вот так она стоит. Ну, это, походу, плюс. И вот здесь, да, и вот здесь что-то коротнуло. Но, видимо, сначала она коротнула здесь, потому что с этой стороны на плате нет задымления, хотя здесь есть. И потом здесь. Как это могло произойти? Непонятно. Но вот такой вот неприятный момент. Вроде и крышка не деформирована, все нормально. Но что могло произойти? Вопрос. Надо будет теперь здесь лезть вовнутрь. Вот видно черная и здесь подплавленная. И вот теперь непонятна логика китайцев. Как можно было такое придумать? Дело в том, что с этой стороны выходят оголенные контакты. При этом крышка фиксируется на зажимах. Нет никаких упоров для крышки, чтобы избежать закорачивания. Это понятно, что колонка находится под торпедо. Но все же, неужели нельзя было просто приклеить какой-либо диэлектрик на крышку или сделать ее из пластика? Тогда этой проблемы в принципе не было бы. После проверки платы управления были заменены несколько компонентов, которые были явно неисправны. После чего колонку необходимо проверить на стенде, потому как оставались некоторые сомнения. Принесли на ремонт в ремцех колонку B-WD Song. Снято с автомобиля по причине пошел из нее дым. Было короткое замыкание плюса на корпус. Диагностика говорила внутренняя неисправность блока управления и она не усиливала. Отключили к MS561, к EPS контроллеру. Дальше, тут все как обычно для любой рейки или колонки. Выбираем автомобиль B-WD Song. Тестируем. Загружаются данные в контроллер. Это устройство для запуска любых рейек, колонок и электрогидронасосов. Дальше подаем питание. Зажигание. Смотрим, что данные по коншине уже побежали. Колонка оживает. И покажи, пожалуйста, сейчас сток потребления. Он был порядка 100 мА. Мы включаем двигатель. 130. То есть она проснулась, начала усиливать. Это ощущается так же и на руле. До этого он вращался очень тяжело. Теперь она начала усиливать. И если сейчас сюда поставить попугай, то это чувствуется и на волне. Все, колонку можно устанавливать обратно на автомобиль, она там будет работать. И благодаря вот этому контроллеру можно и проверять и насосы, и рейки. Все на столе. У нее целая библиотека есть. Наши ребята уже очень большую работу проделали для того, чтобы взять библиотеку по запуску этих всех рейек. Рейек, насосов, рулевых колонок. Поэтому работа была проделана колоссальная. Вот, кстати, есть и сразу каталог фотографии. У них номера, автомобили, кабели, которые подходят. База приличная. Вот так вот. В ином-другом случае запустить ее на столе было бы гораздо сложнее. Нужно было целую процедуру провести. Но это уже все сделали наши ребята. В общем, сейчас будем ставить эту колонку и смотреть. Кстати, там, где было замыкание, мы сейчас проклеили скотчем, чтобы был диэлектрический зазор и не было закорачивания на массу. Поменяли там один конденсатор, который был разбит или разрушен, или сгоревший. Непонятно, он маленький был. И, в общем, сейчас рейка работает. Колонка, вернее. Поставим на автомобиль и посмотрим, как она у нас будет работать на машине. Так, рулевую колонку уже установили на автомобиль. И сейчас будем проверять, как она работает. На самом деле, конечно, перед сборкой пластика уже проверили, и руль работает. Но, в любом случае, подключим диагностику и посмотрим, что у нас за ошибки. Вот так вот, какая-то мелочь, и руль обездвижился. На самом деле, могли бы китайцы проклеить там первоначально под крышечку какой-нибудь изолятор, и, скорее всего, ничего не произошло бы. Не скорее всего, а точно ничего не произошло бы. Но, как-то так. Вроде как и хорошая машина, а сэкономили на какой-то мелочи. Так, автомобиль собран. И проверяем, как сейчас. И уже сейчас даже руль начинает работать. Машина еще не запустилась, но уже все работает. Теперь нужно будет проехаться, посмотреть, чтобы все было нормально. Не надо будет делать развал схождения или не надо. Потому как вал скидывался сверху. Не совсем развал схождения, а выравнивать руль. Но по шлицам вроде как попали, и все должно быть хорошо. Сейчас, единственное, подключу ошибки. Постираю, потому что горит ошибка по аэрбэгу. Оценяли шлейф, включали зажигание. Поэтому нужно будет все это потушить. Ну и закрыть капот. Так, все, ошибки удалены. Ошибок у нас нет. Осталось только капот закрыть. И все. И проедемся. И можно будет автомобиль выдавать. Руль у нас работает. Так, ну и тест-драйв. Интересно ж, как автомобиль едет. Правда, автомобиль без номеров, поэтому на дорогу общего пользования выезжать не буду. Но как минимум по территории... По территории нашей парковки проедусь. Приятная машинка, конечно. Нравится мне БИО-ИДИ. Но... Неприятный момент был сейчас с ней. Из-за вот этой крышечки. Но тем не менее. Приятная машина. Пока она новая. Не знаю, как дальше будет. Но, по крайней мере, сейчас она достаточно сбитая. По динамике сказать, что она очень динамичная. Не могу. Может быть, в каком-нибудь спорт режиме она себя будет вести по-другому. Но это сейчас не суть важно. Ну, что ж такое. По крайней мере, оставляет приятное впечатление. И если учесть, что она может проехать почти 500 километров, во всем случае, так показывает показометр. В зависимости от остатка батареи. то, в принципе, очень даже неплохой вариант. По крайней мере, можно доехать с Харькова в Киев. На одном заряде. Не знаю, как они себя будут показывать в будущем, но, по крайней мере, но, по крайней мере, благодаря тому, что здесь батарея литий-железо-фосфатная, то ресурс батареи должен быть значительно выше, чем у обычной литий-ионной батарейки. Она рассчитана гораздо больше циклов. По крайней мере, в два раза больше, чем обычная литий-ионная батарея. Поэтому, в этом смысле, конечно, китайцы радуют. Но, опять-таки, это если китаец действительно качественный. Но, если гнаться за дешевым китайским автомобилем, то ничего хорошего с этого не выйдет. Я не знаю, сколько это стоит, но под 40 тысяч, наверное, будет стоить. В общем, приятный автомобиль. Несмотря на то, что неприятный такой момент, что крышечка ничем не изолирована и замкнула, вследствие чего перестал работать электроусилитель на пробеге 51 километр, это, конечно, было немножко печально. Здесь, все-таки, ключевое значение имеет, как купили эту машину. Если купили новую машину у дилера, пусть это будет серый дилер, но который отвечает за свои слова и дает какую-то гарантию машины, то можно надеяться, что в случае заводского брака, который нельзя исключать и даже на современных европейских автомобилях, то, в принципе, все можно исправить и решить вопрос. Если же покупка была самостоятельная, то все расходы лягут на потребителя. А избежать вот таких вот неприятных моментов, конечно же, не всегда можно. Отправлять машину обратно в Китай, чтобы решить этот вопрос, думаю, не совсем будет разумно. В общем, вот такой вот был ремонт автомобиля. Если вам нравится такой контент, то подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. До скорых встреч, всем пока! Да, кстати, хотел сказать, что я не нарушитель правил дорожного движения, и поэтому на автомобиле без номеров я не поехал, а поехал вот на таком вот беленьком Биоиди автомобиль на учете стоит, и пробег здесь немножко больше, чем на том первом автомобиле. Здесь пробег у нас, сейчас скажу, сколько, 9862 километра, но в данном случае проблема была не с электрорейкой, а всего лишь на все не работают вот эти все кнопки. проверили шлейф, все проверили, питание на кнопки идет, но кнопки сами не отвечают. И проверили обвязку процессора на кнопках, они общаются по кану, там все нормально, сами кнопки не работают, то есть там, скорее всего, лег процессор, и необходимо кнопки менять. и это произошло не на 9800 километров, а, по крайней мере, когда владелец автомобиль купил. То есть, не исключаю, что эта проблема была первоначально, но не обращали на это внимание. В общем, вот это еще раз подтверждает, что все-таки, чтобы купить китайский автомобиль, надо все-таки аккуратно выбирать продавца, и аккуратно выбирать метод покупки автомобиля. Это все, что я хотел сказать в этом видео, и желаю всем мирного неба над головой, и до скорых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok